Совхозе имени Ленина жизнь налажена. Есть две школы, три детских сада, амбулатория, бесплатные детские парки, каток, бассейн, контактный зоопарк и кружки по разным направлениям. Но нет предела совершенства. Вот новый, как он себя называет, главный акционер Рота Агра, обещает сделать жизнь еще слаще, простить долги, повысить зарплаты и много чего еще. Мы готовы на то, чтобы оказывать полное содействие с жителем совхоза имени Ленина, оказывать всяческую социальную поддержку, заниматься повышением заработной платы, заниматься прощением имеющихся долгов. Но слова словами, а дела лучше расскажут нам о человеке. Мы решили проверить, можно ли доверять новому инвестору и его обещаниям. Вначале вернемся в СССР и посетим Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка «Сталинский смотр грандиозных успехов социалистического земледелия». 11 братских союзных республик демонстрировали в своих павильонах несчастливые богатства страны социализма. Превратить нечерноземную зону России в цветущий край. Такую задачу поставили и осуществляют советские люди. Постановление Центрального комитета партии в области дальнейшего развития нечерноземной зоны РСФСР это огромный политический документ продолжения аграрной политики партии на современном этапе по подъему сельского хозяйства нашей страны и в частности нечерноземной зоны РСФСР. Необходимо развивать сельское хозяйство интенсивно в этой зоне и обязательно сочетать его развитие с отраслями промышленности и социальными задачами. Тогда советские люди принялись выполнять поставленную партией задачу. На село потянулась молодежь, в авангарде которой стояли заслуженные люди, впоследствии получившие за свой самотвержденный труд высокие звания героев социалистического труда. Работаю с 1975 года в колхозе имени Максима Горького, сразу после окончания Тимирельской академии. Была принята на долгность экономиста. И в течение 30 лет, до тех пор, пока нас не захватили, я работала на этой должности. Тогда у нас первым председателем был герой социального труда ИСАЙВ Виктор Федорович. Благодаря ему и его стараниям были построены и овощехранилища, и фермы. При нем же уже построен был комплекс, и при нем началось строительство тепличного комбината. То есть основу заложил именно он. Каждый год у них прибавление было, прибавление, прибавление. Большую роль играл и агроном Василий Яковлевич. Он большие исследования проводил с точки зрения кормления кукурузой. Я почему знаю, потому что он мне показывал свои исследования. У него большая там тетрадь была с записями. Но кукуруза была метров по три с лишним высотой, даже больше. А потом последние новые сорта, не только кукуруза как носилась, но и даже площадки вызревали. То есть очень какой хороший корм. Ну лошадь скрывалась с сальником, если едешь по этой кукурузе. У нас постоянно экскурсии приезжали. И по полеводству Василий Акчево. По производству кормов. И по животноводству. Даже с веной пленом здесь проходил. Построили завод. Я как специалист, меня пригласили. Весь ассортимент был. И кефир, и творог, и сырки, и ряженка. Ну весь ассортимент. Полностью. Завод существовал где-то, я его пустила. В 96-й год меня пригласили. В 97-м я к Пасхе уже выработал творог и сметану. Еще одна стена завода была недостроена. Мы уже выпустили эту всю продукцию. У нас, вы знаете, вот пойма Москвореки. У нас там какие-то росли, какая свекла, морковь, капуста. Всю зиму будки возили, всю Москву кормили. Не только с молокозавода шла продукция. Каждый день будки. У нас было, знаете, сколько палаток в Москве. Палаток молочных, наверное. 11 или 15, я уже сейчас толком не помню. И овощных тоже почти, наверное, столько, как бы не больше. Колхоз. Богатейший был колхоз. Это же вообще наш колхоз Горького сам был богатейший. 23 года на птичнике я проработала. 12 человек у нас всего было. Два птичника. И 30 тысяч голов. Собирали яйца. 5 миллионов. Это за год? За год 5 миллионов яиц. И представляете, ну, конечно, везде мы сомневались. Все магазины были, по всем магазинам, везде развозили. Потому что очень много, если, например, когда молодых привозим, они несутся много. В день мы собирали по 30, по 40 ящиков яйца, представляете? А в ящике 360 штук. Все работали в колхозе. Да вы знаете, как хорошо было в колхозе. Все идут, все друг друга знают. Здравствуйте, все как здоровье, как чего, как что. Все общались, все какие-то праздники, все собирались, все отмечали. У нас самодельность была. Мы все, как раз в 9 мая, как раз в клубе было выступление. Какие стихи читала я. Сама даже вот вспомню, даже читала мужа, прям мурашки по телу. И весь зал вот сидят, слушают. Хлопали и встречали нас хорошо, конечно. И пели мы, и всякие разные. Это раньше было, конечно, все. Было прекрасно. Занимались и дети, занимались взрослые, занимались семьями. У нас в духовом оркестре были две семьи. Ой, как было красиво, как было интересно. Как мы поступали по всем городам и весям, и в воинских частях. Выступали на телевидении. Выступали в домах культуры соседних наших. Все было. Прекрасная художественная самодеятельность была. Мы несколько раз занимали первые места в районе. Выступали в московских дворцах культуры. Вот, все было. И когда нам чехи подарили люстры, сначала была правительственная делегация, увидела вот этот дом культуры, и потом нам прислали люстры, подарок колхозу. Нет, нет. В интервью газете Правда Павел Грудинин рассказал, как два преуспевающих, богатейших, находящихся по соседству колхоза имени Горького и Владимира Ильича были захвачены и разорены рейдерами. Он вспоминает, как Василия Яковлевича Мамрова, героя социалистического труда, в день его рождения вызвал областной министр, вручил от имени губернатора награду и подарок, а потом сказал, «Вот эти люди будут у тебя инвесторами». Начали так называемые инвесторы со скупки паёв у колхозников, а затем стали хозяйство ликвидировать, вспоминает Грудинин. Представляете, на птичнике мы, видите, какая чистота, всё на птичнике, это в кабинете у меня. Теплицы были необыкновенно большие, прям так, красота, это посмотреть, какая красота там была, вообще необыкновенная. И сейчас вот это самое, понастроили там столько домов вообще. Это где сейчас Новомолоково? Да, Новомолоково. Это вот всё, что на Новомолоково настроено, там, представляете, были одни теплицы. Это какое там, представляете, какое солька много всего было. Ну, патриотизм, на самом деле, жизнь любовью. Просто научиться любить. Традиционные ценности, они нам понятны, и, кстати, они достаточно чётко сформулированы, в том числе и в указе президента. Это верховенство духовных, но материальных. И тут взгляд падает на до боли знакомый силуэт. Опа, да это же дом старика Саблина. Что? Какой Саблин? К чёрту? Кто это вообще? Скорее всего спросите вы. А я вам отвечу. Вот он, сопредседатель движения Антимайдан. Депутат Государственной Думы от Единой России до недавнего времени был сенатором. И, внимание, эта его должность нравится мне больше всех. Он руководитель патриотической платформы Единой России. Присмотримся поближе. Это Рублёвка, деревня Жуковка. Здесь, на участке почти 9 тысяч квадратных метров, построил свой дом Саблин. Его площадь 2626 квадратных метров. Есть ещё гостевой дом и хозяйственная постройка. Их общая площадь около 700 метров. Ну и, конечно, какой-то руководитель патриотической платформы Единой России без собственного пруда на Рублёвке. И без бассейна, кстати, тоже. В связи с тем, что вы являетесь представителем движения «Антимайдан», могли бы дать ответ по поводу расследования господина Алтурова, связанное с не декларируемым вашим домом в посёлке Жуковка? Дом строится не один год. И, в таком смысле, мы с вами ситуация, что то, что показаны и с ним, показаны, они показаны на их заплату. Это у меня есть социальный заплат. Наши доходы. Если вы посмотрите матерингу, готовить это по поводу на эту работу, потому что, естественно, не употребляют университет за это переведение, то это проектирует сотни миллионов рублей, сотни миллионов рублей. Когда я вижу, что действующий депутат имеет доходы иные, чем от заработной платы, бюджетного финансирования, то, естественно, я молчать не мог. Я, естественно, сделал депутатские запросы, соответствующие о том, ну, ребята, давайте господина Саблина-то проверим. А он ведет бизнес, имеет иные доходы, тогда он должен сдать просто мандат. И я четко, однозначно, так сказать, высказался, что, ребята, тогда пусть разберитесь, есть у нас комиссия соответствующая, значит, либо он депутат, либо он бизнесмен. Одно из двух. И вот, понимаете, цинизм в чем, в том числе, наш государственный цинизм, да, нарушение было видно, в трастовое управление он отдал свои там акции только в этом году, в 2020-м. А до этого, вот за до этого нарушения, на мой взгляд, и с моей точки зрения, как законника, у него надо отбирать мандат. Агропромышленный комплекс Рота Агра имеет важное социальное значение. Компания ежегодно создает десятки рабочих мест, привлекая специалистов из Московской области и других регионов Российской Федерации. Мы очень гордимся своим сельхозпредприятием и тем, что судьба именно нашу компанию свела с этим сектором экономики, с этим бизнесом, потому что это абсолютно живое дело, потому что это земли, которые вчера еще не работали, а сегодня начинают работать, и новых земель, которые у нас как кормовую базу будут введены, их 5000 гектар залежных земель, которые раньше не работали, да, они были буриломом, а теперь там пшеница, да, растет, и ячмень, это очень важно, это наша земля, которая работает, это молоко, которое является конкурентно способным, да, и именно это качественное, здоровое молоко мы рассматриваем как наш вклад в здоровье нации. Структура компании Дмитрия Саблина такова. Он учредил Рота Девелопмент, которая учредила Рота Агро и Рота Агро Благовещень. Рота Агро в свою очередь учредила ряд других фирм и микропредприятий. То, что вначале была учреждена Девелопментская компания, дает нам основания предполагать, что сельское хозяйство никогда в приоритете у нашего патриота не было. Мы проанализировали экономические показатели группы. Получается, что Рота Агро это глубоко убыточная группа компаний. На всех вместе взятых предприятиях группы работает меньше людей, чем в одном совхозе имени Ленина. А заработная плата в разы ниже. Сама же ГК Рота Агро больше напоминает сеть предприятий однодневок, которые часто организуются для отмывания денежных средств. А вы здесь живете, да? Да. Таширова. Таширова? Ну да, вас есть. А давно, да? А вот скажите, пожалуйста, у вас там предприятие сельсказательное, оно сейчас работает? Что вы имеете в виду? Ну, я имею в виду, вот там поменялся, по-моему, собственник, да? Ну. Вот сельсказательное предприятие, оно развивается и так же? Как такого нет у нас. Где ферма, вот там сейчас вместо фермы коров там держали, там молочное производство, а сами коровы у нас Головкова, там у них ферма. Вот это. Ну, есть у нас здесь, ну, не знаю, как относится с нашим, там, лучше всего проехать до администрации, они вам все скажут, где что у нас есть. Ну, а раньше сельсказательное предприятие работало? Ну, конечно. А сейчас только вот мясокомбинат, там, забой скота идет, там, ну, какие-то консервы готовят, я не знаю, что же вас интересует. Ну, мне просто само развитие, как бы, оно вот идет в лучшую сторону? Нет, нет, здесь заглохло. Это был вот совхоз миллионер, но было несколько поселений, вот Таширова, Головкова, все вот они все скотину перевели в Головкова. Каратэ, я не договорил, каратэ еще есть, там 2000 в месяц, но он просто у нас арендует помещение, поэтому он к нам. А для девочки вокал, вокал, вот у нас есть танцы, да, вокал, декоративно-прикладное творчество, вязание. А это сельхозпоприятие, это Рот Агр, помогает вам, да? Нет. Говорят везде, что оказывают поддержку. Ну, я такой поддержки никогда не видела, не знаю. А вот у вас есть ход подприятие, Рот Агр, да, они помогают? Нет. А Рот Агр разве сюда относится? У нас же у вас Сархоз Архангельский. Ну, вот там вот это их эти фермы. Я не знаю, ну, поможешь ли нас работать в Архангельском в Сархозе? Рот Агр, я не знаю, наверное, директора Ирана, а Холдник, наверное, один тот же. Да. Ну, они как-то участвуют в социальной поддержке? Нет. Может, где-то там клоначарство участвует? Нет, вот людям, чтобы вот. Нет. Какой? Вот я сижу в декрете до трех лет, до 50 рублей. До полтора, до полтора мне платили 50% от заработной платы. Сколько там у меня выходило, 12 тысяч? Нет, вообще, 50 рублей, это пакет малого. И до трех лет 50 рублей. Ну, это вообще должны, как Путин говорил, 10 тысяч на усмотрение нашего директора. А так, наш директор о нас не заботится, если честно, сказать, шниткова, то что он. Понятно. То есть, какой-то там социальной поддержки вы не чувствуете? Нет. Нам марафангельский совхоз не помогает вообще. На Новый год подарки детям вот в этом году вообще не дал. Зато в детский сад купил стенд директор наш, шнитков. Я говорю, он заботится о своих двоих детях. Я говорю, а почему? Это он от себя подарил. Ну, наши же дети ходят в садик. Ну, кто? Мы и ваш ребенок вместе. Ладно. А другие люди, другие дети, у них тоже дети. Тоже хочется килограмм конфет. Купи. А что, ну, значит, выдели мне денег с этих, чтобы я купила. Новый год вообще без подарков. Вот это вот больше всего было возмучителем. Ну, а о стариках, может быть, заботиться? Как? Для пенсионеров что-то устраивают, экскурсии, что-нибудь? По московскому с программы идет активное долголетие. Ничего мы не слышали. Нашим родителям, например, по 73 года они всю жизнь в совхозе работали. Никаких предложений, когда ничего. Раньше хоть как-то день сельского хозяйства, на концерты. Ну, в день поселения даже вот нашли. На базе совхоза Архангельский стремительно развивается молочное и мясное животноводство. Общее количество поголовья 1 604 коровы черно-пестрой и айрширской пород. Производственная мощность предприятия более 7000 тонн молока в год. Подрастение и водство и кормовую базу в совхозе отведено около 3000 гектаров. На полях предприятия выращиваются озимая и яровая пшеница, ячмень, многолетние травы на сено и сенаж, овес и кукуруза. О чем говорит, если сельское хозяйство, ну, вы едете сами, поля видите, не убраны, а эти, озимы, вот сколько, наверное, здесь поле, где-то еще, поле еще, вот оно все, пшеница, все. А, ну вот, да, пшеница, я вот на работу через поле еду. О чем говорит, Наталья, там-то и оставят, потому что... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У нас есть ресурсная база, поэтому мы приступаем к этому с поддержкой и собственной, и с поддержкой, безусловно, правительства Московской области, поскольку участвуем в программе развития сельского хозяйства и получаем субсидии по трем направлениям, это по земледелию, по молочному производству и по животноводству. Фактически за год мы реализовали, используя исключительно собственные денежные средства, то есть не обращаясь с ним к государству, у них иным спонсорам, построили современный комплекс на 6 тысяч голов крупного рогатого скота. Дело в том, что там Огромов в свое время издал указ по просьбе компании Еврогранд вывести из состава оборотных сельхозземель там 300 с лишним гектара. Ну, у него 3 или 4 постановления таких. А что такое компания Еврогранд? Мы попытались ее юридический адрес найти. Нигде ее. Вернее, привезли нас на какие-то склады. Вот тут юридический адрес. Там просто склады были. Это компания, которая захватывала колхоз. Как называется Еврогранд? Еврогранд. А как это произошло вообще? Если получается, что экономически все было хорошо. Значит, ну тут ситуация какая. Они начали обрабатывать, ну, знают, кто там, ну, с руководством или высказывают против, или вот бастуют и так далее. Они их начали обрабатывать и переводить на свою сторону. Какими методами, мы не знаем. С первого руководства. Или, ну, да. Не совсем руководство непосредственно, а вот, ну как, диссиденты так называемые, как бы, как везде называется. Вот. И тех они быстренько перекинули на свою сторону. Но народ начали оболванивать тем, что, о, вот у нас был такой активный, к сожалению, номер, Николай Иванович Безунов. Главным зоотехником работал. Ну, его, в принципе, достаточно уважали народ, особенно вот в животноводстве, и к его словам прислушивались. Ну, они его обработали всем. Он иногда бывает вроде так и нормально, но иногда наивный бывает. Они ему начали рассказывать. Николай Иванович, да ты что, да мы вот сейчас инвестиции как дарим. Вот, мы тут вам переработку сделаем, мы вам тут дробинку для кормов поставим, мы вот тут вам линию откроем. Ну, он, давай, Николай Иванович, разрабатывай бизнес-план. И он попал на это. И когда его начинали спрашивать, да давайте, да давайте, сейчас вот они придут. Они начали поли, земельные скупать. Вы говорите, что-то обещали сделать. Совершенно листовка шла. Ребята, да мы такие хорошие, да мы вам сейчас тут наделаем, вы будете жить припевающе. А первое, что они сделали, после того, как пришли, они взяли, вывели, у нас было там несколько торговых стоечек по реализации овощей, цветов и молока. Палатки, так называемые, киоски. Палатки в этих муниципальных округах Москвы, потом на рынках. Ну, в общем, они просто сделали отдельный торговый дом, вывели все эти, эту продажу туда, отсюда ниже себестоимости им туда передавали и 40 миллионов убыточка. Потому что, если ниже себестоимости... А все сливки, они у себя в торговом доме собирали. Вот и все. То есть прибыль вся была у них. Ну, а как-то продолжали заботиться там вот о стариках, о детях? Если в колхозе давали и перед праздниками там наборы продукции, там и овощи, и там и закупали. Ну, в общем, молоко у нас, вот, допустим, продукцию молочный завод, там и масло, и ряженка, и кефир, и бут. Вот. Людям давали пакеты. Ну, а вот эти, когда новые пришли, они... Ну, разумеется, сразу все. Они все забыли. У них задача была вывести землю, забрать ее, а потом со временем вывести из оборота и поиметь на этом деньги. Они же прекрасно знали, что здесь будет строительство. Из-за чего начали скопать эту землю, эти бои? То есть они сельскохозяйственные производства развивать не планировали? А теперь, разумеется, нет. Как они могли развивать, если они сразу же начали... И выводить из сельхозоборота земли? Нет, на словах-то они собирались. Ну, на словах, да. Инвестиции и все прочее. Я, вот, Николай Иванович, я говорю, ну, так давайте тогда пусть мы, раз они инвестиции, зачем они землю скупают-то, подумай. Хорошо, если они хотят инвестиции, давайте разделим продукции, вот, инвестиции, сколько будет, разделим все. Нет, они землю скупают, зачем? Ну, вот, не мог убедить ее. Людям убеждали-убеждали, толку никакого. Но потом, мне кажется, он понял, что он шубка большую сделал. Из-за этого раньше, наверное, из жизни пошел. И рано ушел. Человек-то, он совестливый был. Когда он уже пришел, после того, как вот они все это сделали, свое руководство, он пришел со своим бизнес-планом. Они его в урну выбросили. Ну, при нем-то они сказали, все нормально, но потом ушел и посмеялись над ним. Мы слышали, что Саплинг руководит этим. А где, в каких структурах он руководит? когда они начали захватывать землю, мы начали, хотели оформить для, там, 50 нас человек было, на себя оформить землю. Ну, и заявили, там, один участок, второй. Ну, заявили, что да, мы хотим вывезти и давать потом в аренду колхозу, чтобы нормально отношить. Согласно закону, земля должна быть проведена и даваться в аренду. Эти представители начали там наезжать и так далее. Я спрашиваю, следите меня с руководством. Никто мне назвал, кто руководитель, кто за ними стоит. Вот и все. Поэтому мы насчет Саблина слышали, но реально было или нет, не знаю. с депутатом Думы, Госдумы же. А с кем он связан? Громов просто так, постановление, вот колхоз бы обратился, Громов бы такого постановления не сделал. А тут вдруг компания Еврогрант с ставным капиталом 10 тысяч рублей, ООО. ООО. И оно, попро, ее, так мало того, вторым пунктом, они уже колхоз захватили, вторым пунктом у этого постановления было, компенсировать колхозу имени Горького затраты, связанные, вернее, это сам, потери, за то, что они вывели с сервисом оборотов упущенную выгоду. То есть им бы еще из государственного кармана еще упущенную выгоду. Если я это сделаю, потому что мы не проверяли, и таким образом, если им компенсацию сделали, то получилось, что эта компания за государственный счет купила эту землю, и все проще. Вот они потихоньку начали, в 2006 году начали разваливать эту всю теплицу. Там столько было оборудования, столько всего. А зачем развалили? Чтобы застроить? Ну да, чтобы эта земля рядом Москва. Вот, гнездо теплит, стоит на умолке. Вот эти многоэтажки по всей Московской области настроили. А кто их там? Они половина не заселенные. А как строили-то, я не знаю, там страшно жить в этих многоэтих квартирных домах. Там все построено-то на честном слове. Я не знаю даже. Вот мы ходили, смотрели, когда строительство шло. Это было вообще кто нас спрашивал. Нас никто колхозников не спрашивал тут. Они наш молкозавод грузили ночью, когда уже вот все закрыли его, по ночам грузили и возили куда-то то ли в Краснодарский край, то ли в Ставропольский. Все продали вот так вот, все по карманам. Куда все распродалось? Коровы были. Все распродалось. Мы ничего не знаем. Вот куда это все? Даже допустим, ведь оборудование сколько, машин, все куда-то делось, ничего мы не знаем. Никто нас в это дело не посвящал. То есть колхозники максимум получили это 100 тысяч и запоили? Все тысячи и все, и все, и до свидания разбежались. Сейчас вот домов-то настроили, вот Новомолоково, потом лесной огромный микрорайон, а дорога одна. Это сейчас страшное дело. Утром в Москву колхоз развалилили, работать молодежи негде, едут все в Москву, а Молковский поворот у нас вообще проехать нельзя. Утром это такие пробки, сколько народу мучается, это вообще дел никому нет. Два часа, чтобы выехать из жилого комплекса и еще два часа, чтобы туда вернуться. В такой ситуации оказались новоселы нового микрорайона в Ленинском районе Подмосковья. Вы знаете, захватывает все. Сейчас, где даже у нас были эти самые, как тебе, лужи, вот эти все, ручки были, засыпают и продают, засыпают и продают кто, чего, никто не следит за этим делом. Так неожиданно, когда эти пришли, новые хозяева, они вроде бы приходили на завод, они вроде бы хотели, я им предложила, я говорю, я вот хочу йогурт, и он мне уже, я все разработала, ацедофилин, прекрасный продукт, я хочу его уже разработать, потом домашний сыр, технологии, все уже было у меня готово, документация, все. Они вроде бы мне немножко стали помогать, кое-какие резервуары у меня там, кое-что, насосы, то все, так же и на теплицу, столько нового купили, труб, и потом закрыли. Обещают много чего, зарплаты повысить, значит, что будут инвестиции сельскохозяйства мы еще лучше сделаем, чем сейчас там, и ферму лучше, мы все остальное. Нет, 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 не надо, вот вы работаете, как работаете, точно так же нас приезжали, окморяли, и лучше будет, и фермы лучше будут, и оборудование, точно так же начинали разговоры с нами, абсолютно, один в один. Все поугробили, все, абсолютно все, где столько рабочих работало, столько народу, тысячи человек у нас работало, тысяча с лишним человек, тысяча четыреста, по-моему, сейчас не буду, работало у нас людей в колхозе, и все, куда все делось, фермы были, в Богданихе ферма одна, потом это в Андреевке вторая, потом Молоково третье, остров четвертое, вы представляете, а потом, когда сделали это, в острове молокозавод, делали и сметану, и творог, и молоко в коробках, было молоко, молочные продукции, разная всякость, чего только, я говорю, все куда-то все делось, куда это все делось. Ну, то есть, он в убыточном не был, получат колхоз? Да нет, конечно, колхозка, миллионер был, вот, из Пресаеве, колхоз миллионер был, представляете, Павел Николаевич приезжал к нам и говорил, с Мамровым, по-моему, беседовал, чтобы ваш колхоз не распался, вот так не взяли, вот эти ребята молодые, молодчики-то, давайте, вот, объединимся, и будем, говорит, работать, как работали. Видно, пообещали большие деньги Василию, я плечу, что он до свидания сказал Павл, и все, и до сих пор работали бы, мне кажется, да еще бы лучше, может быть, он настроил работу все, объединились, мы когда бы вместе все. Вот сейчас занятия, кружки все эти сохранились? Кружки сейчас, очень много кружков, в клубе, в клубе, но дело в том, что они все платные, все платные, вот, раньше мы бесплатно все, кто платил, даже об этом никто не думал, даже вы что, даже никогда, да вы что, а сейчас все, какие кружки, и все платные, все платные, так. Мы видим кадры, снятые камерой уличного наблюдения, от 10 декабря 2020 года. На них неизвестные люди, небольшими группами, проходят пожарному выходу Дворца культуры совхоза имени Ленина. Там сейчас директор здравоохранительного центра, директор МБУКа, вот, и те, и те предъявили документы, у одних договор охраны на Степану Калавра, у других заключили договор охраны с, вот, лица акционеров Рота Агра, чтобы охранять муниципальные имущества. Мы же знаем по стране миллион примеров, когда коммерческие предприятия потом берут, и эти клубы куда-то продают, или под что-то другое приспосабливают, да? Мы же знаем эти все примеры. Поэтому, безусловно, единственным гарантом для населения, потому что собственники приходят, уходят, меняются, коммерческие интересы меняются, гарантом единственное, это только может быть государство. В данном случае это муниципалитет, и, конечно, этот Дом культуры, по-хорошему, не только надо посмотреть, а надо было бы передать муниципалитет. Поэтому однозначно. И другого пути просто нет. Если по справедливости и по совести, то, конечно, его надо отдавать на бюджетное финансирование, то есть надо отдавать в собственность полностью у муниципалитет. Пришло время, когда разорили наш колхоз, и все рухнуло сразу. Отняли Дом культуры, все. Ничего нет теперь. Вот уже в 2002 году колхоз был взят вот этими инвесторами. Все у нас отняли инвестора, и отняли Дом культуры. А вообще-то было такое указание президента. Объекты культуры не трогать. Они нарушили этот закон. Это был закон такой. Они все взяли. Мы сколько раз писали президенту, и Путину, и Медведеву. Пустой звук. Ничего. Ну и все. Отняли. Вот уже 18 лет он стоит пустой. 18 лет вот этот красавец, Дом культуры, стоит пустой. Разрушается, можно сказать. Вот там, где сверхприбыль, там, где нет заботы о человеке, о том, где он будет работать. Рабочие места, были уже целые совхозы, коллективы, причем были показательные, с высокой технологичностью, с современным оборудованием. И когда заходит вот этот грязный, преступный бизнес, он все ломает. Застройка не комплексная, ни детских садиков, ни клубов, ни школ, ни больниц, ни поликлиник, ни мест для того, чтобы отдыхать. Парки, скверы, какие-то бассейны, какие-то удобства для людей. А зачем им это, когда у них, самое главное, поставить коробку, все продать и идти дать. Они там не живут. Куда смотрят? Где главный архитектор? Где перспективы развития города? Утвержден или он? Он не утвержден. Если утвержден, тогда почему такое варварское идет заселение? И как? Нарушение за нарушением и никто не отвечает. Они паразитируют на патриотизме, паразитируют на любви к родине. Зная, что это есть, у них есть средства массовой информации, вбрасывают главный патриот. Ты главный вор. Патриот не может так варварски относиться к людям, гражданам, к земле, любимой земле. Они извращают само понятие и уродуют людей. Вот есть даже герои, которые воевали. Им заслуженно давали награды соответствующие. Но используя за деньги, за должность, обманывая их, они затягивают в это движение и вот на этих фамилиях тоже паразитируют. Зачем они это делают? А чтобы быть белым и пушистым. Убежден. Уже давно все сидели. Но это прикрытие пока действует до поры, до времени. где продукция? Вот давайте зайдем здесь в Видном, давайте зайдем в ближайший магазин в Московскую область, в центре, в конце концов. Вон, зайдем в любую пятерочку, на любой руке. Где продукции этой замечательной, рекламированной на всю страну и, может быть, там за рубежом, где их продукции? Ее нет. Вот если бы на каждой ступеньке вот это вранье не поощрялось, если бы на каждой ступеньке совершенное преступление или нарушение закона наказывалось, то таких великих, в кавычках, людей, как Саблин с его командой, не было бы. Я считаю, что у них логичное будет завершение их карьеры и жизни это тюрьма. Я в этом глубоко убежден. Никогда же не раздавали ни один общественник здесь эти овощи. А теперь Рота Агра 30 пенсионерам выдала то, что не производит. То есть купила в магазине и раздала 30 каким-то пенсионерам по непонятным спискам. Расскажите тогда, почему вы раньше этого не делали? Почему в колхозе Горького Владимировича, в Таширове, Татищеве, в Архангельском, в Благовещении этого ничего не происходит? Вы никогда не помогали пенсионерам? Никогда не помогали малообеспеченным? Нигде, где захватили предприятие? И тут вместе с какой-то там зазазой носитесь и пытаетесь рассказать, какие вы хорошие. Я помню, что на юбилей колхоза Горького совхоз имени Ленина пенсионерам колхоза выдал 500 тысяч рублей. по спискам, которые Василий Мамров и Ольга Андреевна Списивцев нам предоставили и получили. А что сделал тогда Агроснова или Рота Агро теперь называющуюся? Ничего вообще, ни копейки. Они уничтожили предприятия на территории района, ну и там на территории Московской области. Ничего не сделало для людей, просто не сделал. А теперь пришли сюда и рассказывают, что они тут будут улучшать жизнь пенсионеров. Увеличивать зарплату, но увеличить зарплату своим. В чем проблема? Они же у вас тоже так же работают. Рабочие же не виноваты, что они попали в лапы этой Рота Агро. Почему у них зарплата в 2-3 раза меньше, чем у нас? Почему они не получают новых квартир? Они же ни одной квартиры в программе молодые специалисты не дали. В чем очень интересно, в то время, когда они захватили предприятие, началась программа развития сельского хозяйства. Был такой национальный проект. Это один из четырех национальных проектов, который позволил огромные средства привлечь в сельское хозяйство. Именно в этот момент вот эта Агрооснова, Рота Агро и вся вот эта Шушера, которая сейчас пытается захватить с Архоз Ленина, уничтожила хозяйство, не воспользовавшись деньгами и возможностями, которые давала власть. И поэтому разговор о том, что мы тогда, когда можно было, уничтожили к обходу около Владимира и хозяйство, а теперь, когда просьба как тяжело сельскому хозяйству еще и совхозу Ленина, будем поднимать инвестиции какие-то, это все абсолютно вранье и глупость. Им один раз поверили крестьяне в районе. И они уничтожили, обманули всех этих крестьян, пенсионеров, как это, отжали паи, акции и потом превратили в пустыню плодородные земли. Мы этого не допустим. Социалистическая система хозяйствования, заложенная в СССР, должна победить хищнический олигархический капитализм. Народное предприятие Грудинина это главный рубеж противостояния агрохолдингов и отечественного народного сельского хозяйства. Сегодня нам нужно сплотиться вокруг коллектива ЗАОС-АФОС имени Ленина и поддержать его всеми силами. Тогда победа будет за нами, людьми труда. Спасибо за просмотр. Помогите распространить это видео. До новых встреч. Государство продолжит оказывать широкую поддержку отрасли. Тем, кто хочет работать на земле и добиваться успеха. Главное последовательно двигаться к заданной цели. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...